Резиновые сапоги Искусственный выдаём стал в поперёк горла Послание из прошлого И что хотели донести комсомольцы 67-го года современной молодёжи? Почти 20 медалей в копилке Бийские самбисты показали высокий уровень борьбы на краевых стартах Не оправдала надежд Ещё в начале октября на бульваре Петра установили стеллу ворота Алтая Однако увидеть её, так сказать, в полной красе удалось не всем Главную изюминку парка демонтировали почти сразу же Архитектурную композицию стоимостью в несколько сот тысяч рублей вернули обратно скульптору Стеллу установили заказчику администрации города Бийская Она нам не понравилась Приняли решение, пригласили конструктор, кто это конструировал, подрядчика Обсудили полностью всё, как она должна выглядеть На сегодняшний день они её переделывают То есть конструкция будет изменена Реконструкция Петровского бульвара подходит уже к завершению Напомним, ремонтные работы в Центральном парке начались в конце июля За месяц дорожники демонтировали старый асфальт и бордюрный камень Затем придали бульвару новую форму На сегодняшний день в парке установлены новые поребрики и светильники Уложена брусчатка и заасфальтирована велосипедная дорожка протяжённостью около полутора километров Сейчас идёт установка лавочек Также подрядчик ждёт, когда скульптор переделает арт-объект ворота Алтая Напомним, что темпы работ в сентябре были сбавлены из-за проблем с поставкой тротуарной плитки Отметим, что реконструкция коснётся только части бульвара в границах от переулка Училищный до переулка Коммунарский Это 750 метров Завершатся строительные работы уже к ноябрю Один метр в секунду в Бийске продолжается модернизация лифтового оборудования В многоэтажках Наукограда устанавливают подъёмники последнего поколения Преимущества современных устройств уже успели оценить жильцы 14 многоквартирных домов Сегодня подрядчик сдал очередной объект Меньше чем за полминуты преодолеть 9 этажей Сейчас жильцы дома 214 по улице Советская с комфортом добираются до квартиры Однако ещё недавно лифты здесь приходилось то и дело ремонтировать Почти 30 лет оборудование служило верой и правдой Но по техническим характеристикам их срок эксплуатации уже истёк В старом фонде дома 1990-х годов срок эксплуатации лифта, как известно, 25 лет В основном срок службы на многих домах уже окончен Многие дома нуждаются в новых лифтах И в зависимости от актуализации плана и в принципе составления краткосрочных планов на органы местного самоуправления Планируют, какие дома в первую очередь необходимо производить, а замену лифтов Те включают в программу В этом году дом попал в программу капитального ремонта общего имущества Здесь заменили 6 лифтов На обновление подъёмников ушло почти 12 миллионов рублей Полтора месяца владельцам квартир на верхних этажах приходилось подниматься пешком Сейчас все работы закончены, акты подписаны На верхних этажах, конечно, есть, которые с детьми, мамаши ездили Тяжеловато, нужно было и ребёнка, и коляску, и пожилые люди Но как-то в краткосрочное время сделали ремонты И люди довольны Сегодня уже поехали Бесшумные, с плавным ходом и к тому же энергоэффективные Лифты белорусского производства оснащены речевым информатором На кнопке нанесён шрифт Брайля Для людей с проблемами зрения Поверхность подъёмника с антивандальным покрытием Гарантийный срок устройства четверть века Стоит частотный блок, который позволяет переменно с нагрузкой Регулирует подачу тока При этом на 30-35% происходит экономия электроэнергии По сравнению с двухскоростными лифтами старого образца Также частотный блок стоит на приводе двери кабины Также экономит электроэнергию За этот год в 14-ти бейских домах обновили 49 подъёмников До декабря новые лифты появятся ещё в одной девятиэтажке Всего же по краю в историю ушло почти полторы сотни советских подъёмников Анастасия Исаева, Сергей Дыровских, Будни Выхода нет, остаётся только терпеть Уже много лет жители 23-го микрорайона Жалуются на огромную лужу Которая образуется каждый раз после дождя Искусственный водоём доставляет неудобства Как автолюбителям, так и пешеходам Грязное море настолько глубокое, что волны плещутся на тротуаре Как таковая ливневая канализация проходит по улице Красноармейская И везти до неё это очень затратно и тяжело То есть это необходим проект, необходимые немалые денежные выделения Которые на сегодняшний момент город себе позволить не может Каждый раз после дождя на дороге по Мухачёво образуется огромная лужа Причём собирается она, даже если осадков выпало совсем немного А вот высыхает такое искусственное море несколько дней Уходить в воде некуда Ливневой канализации здесь нет Есть только колодцы Но они рассчитаны всего на 50 кубометров И при этом быстро забиваются У Печан в таком случае есть два варианта Либо ждать, пока лужа высохнет сама Либо вызывать специалистов водоканала для откачки воды С такой же проблемой и отсутствием фундаментального решения по ней Сохнулись жители по улице Кутузова Там также нет ливнёвки Существуют только водоприёмники Сезонное явление Бийским автолюбителям стоит принимать меры И думать о сохранности своего имущества В нашем городе участились случаи кражи колёс Причём злоумышленники снимают их не только с российского автопрома Но страдают также иномарки Так на днях без колёс оставили иномарку Тойоту Хозяин только недавно сменил летнюю резину на зимнюю Автомобиль был припаркован во дворе дома по улице Разина Пропажу колёс бичанин обнаружил только утро Неизвестные орудовали в ночное время Причём им не помешала даже сигнализация Ущерб хозяин автомобиля оценил почти в 14 тысяч рублей По данному факту сотрудники правоохранительных органов Возбудили уголовное дело по статье кража В настоящее время ведётся расследование И проводятся оперативные мероприятия по поиску преступников Добавим, что в прошлом году полицейским удалось поймать банду колёсных похитителей Ими оказались жители соседнего села Я бы как рекомендацию, наверное, для автовладельцев Такую хотел дать Это установка сигнализации Это первое Второе Самый лучший способ Это, конечно, постановка транспортного средства на охраняемую стоянку Я понимаю, что их не такое количество А транспорта в городе Бийске очень много Поэтому нужно ставить влюдные места Хорошо освещаемые места В эфире информационная программа «Будни» Смотрите далее в выпуске Послания из прошлого И что хотели донести комсомольцы 67-го года современные молодёжи Почти 20 медалей в копилке Бийские самбисты показали высокий уровень борьбы на краевых стартах Тепловая пушка всего за 1479 рублей Формула М2 Здесь выгодно всегда Балконы и окна от производителя Только сейчас и только для вас Скидка 15% Быстро, удобно и выгодно Компания «Перспектива» 4063-58 Отличный подарок к Новому году Бийские рабочие Подпиши родителей Масляный радиатор всего за 1999 рублей Формула М2 Здесь выгодно всегда Послания потомкам, которые оставили комсомольцы полвека назад По-прежнему остаются засекречены Напомнишь, на днях вскрыли капсулу, замурованную в бетонном постаменте в 1967 году Как нам стало известно, текст письма зачитают на митинге Он состоится в это воскресенье на площади 9 января 29 октября, ровно в полдень, здесь состоится митинг Посвященный столетию Октябрьской революции Тогда и будет зачитан полный текст послания из прошлого Кстати, в этот день должны были вскрывать капсулу Однако организаторы не стали дожидаться этой даты И залезли в тайник немного раньше времени Связано это с тем, что были сомнения в сохранности послания Ведь книга пролежала в бетонной коробке под землей 50 лет Хотя листы отсырили, текст остался хорошо читаем Сейчас красная папка находится в музее ГДК Но уже в день празднования, годовщины и революции Капсула будет возвращена к подножию обелиска Правда, как говорят некоторые ветераны комсомола Такого эмоционального эффекта уже не будет От исторического события ждали большего Совсем же молоденькие были Ну лет, наверное, 17-18 нам было Была такая большая бумага И мы там свои росписи ставили И, в общем, он как прочитал нам, директор, что мы закладываем вот это комсомольцам 2017 года И мы все мечтали, вот когда разошлись, все мечтали Думаю, вот доживем до этого времени, да? Ну вот на сане то время, да? А расчувствовалась-то я из-за того, что, как сказать, ну не пригласили нас Мы же закладывали, мы же хотели, как бы сказать, ну вот это вот посмотреть все А как бы все это без нас сделано Многие бейчане привета из прошлого ждали с нетерпением О том, что же может оно содержать, мы спросили у бейчан Ну думаю, чтобы наш город расцветал, размножался, чистым был Много саженцев, люди высаживали Ну что там можно было? Чтобы мирно, чтобы между друг другом были Дружили друг с другом и мирно были Работали, учились Будь активными, честными, учиться хорошо, добиваться в каких-то целях Без этого жить нельзя, ну, наверное, так Город видит растущим, процветающим Ну, я думаю, всего наилучшего, хорошего, здоровья, счастья, ну и хорошая жизнь Даже не знаю, что они там могли оставить Но строили, наверное, что-то когда-то комсомольцы здесь Ну, наверное, что-то, чтобы продолжали комсомол свой Счастливого будущего Корреспондентам бийской медиагруппы удалось приоткрыть секрет полувековой давности Чтобы понять, что же содержит письмо, пришлось перелопатить подшивку городской общественно-политической газеты «Бийские рабочие» В номере от 16 октября до 1967 года вышла заметка под заголовком «Потомкам о днях сегодняшних» Отметим, больше двух часов понадобилось журналистам, чтобы найти нужную заметку Примерно столько же времени капсулу доставали из тайника Внимательно изучив номер газеты, удалось выяснить, что изначально обелиск и капсула с посланием располагались между Дворцом культуры и Стадионом прогресс И только в 70-х годах постамент перенесли на площадь 9 января Рассказывает газетная статья и о самом письме Активная молодежь 1967 года в нем делится достижениями в учебе, работе и жизни С особой гордостью комсомольцы описывали свои добрые дела Напомним, что полный текст послания будет зачитан 29 октября в полдень на площади 9 января Почти два десятка наград завоевали бийские самбисты на очередных крупных соревнованиях В нашем городе прошло лично командное первенство Алтайского края за счет 37-й спартакиады среди спортивных школ региона Больше 250 участников со всего края съехались в наш город И потому организаторам пришлось проводить соревнования в несколько дней Борьба получилась яркой и захватывающей Многие воспитанники третьей спортивной школы показали неплохой уровень для своего возраста Печанки в личном зачете завоевали полный комплект медалей Юноши собрали более весомый урожай наград В их копилке 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых наград Красиво, стильно и тепло даже самая холодная зима не напугает модниц, одетых в пуховики от диксии Во всех магазинах женщины любого возраста элегантных форм найдут для себя подходящие модели Радоваться своему отражению в зеркале легко могут дамы кому за Впрочем, совершенно не важно, сколько лет женщине Она обязана восхищать окружающих В магазинах Дикси самые требовательные модницы от 44 до 68 размеров найдут зимние пальто, которые подчеркнут достоинство фигуры Тренд сезона – монохромные цвета Стиль скрыт в деталях Беховая оторочка – классика Кожаные или трикотажные вставки напротив придадут изделию индивидуальность или беззаботность Изюминка отдельных моделей – фурнитура Молнии и пуговицы похожи на броши Прочные, легко застегиваются и красиво выглядят Все зимние пальто сшиты из современных тканей Тонкие, теплые, не стесняют движений Элегантные женщины должны отметить, что наполнители нового поколения – верблюжья шерсть из Асофт и Файбертек – не добавят объема Элегантные дамы до 68-го размера включительно Выглядит модно и стильно этой зимой с Дикси И о погоде в Алтайском крае Передано штормовое предупреждение 25 и 26 октября в регионе ожидаются усиления ветра с порой до 27 метров в секунду Осадки в виде дождя и мокрого снега на дорогах гололезятся А также слабые метели В Ливийске завтра будет пасмурно, возможен мокрый снег с дождем Ветер юго-западный, умеренное атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы Возможно, слабая магнитная буря И о температуре ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 1, плюс 3 градуса И это все новости на сегодня Желаю вам прекрасного настроения и хорошего завершения дня До свидания